КОНЕЦ 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 Ну что ж, значит, я не ошибся в вас. Трудно было её найти? Нет, проще простого. Да, собственно, тут моей заслуги никакой нет. Она сама нашлась. Пришла в роддом по своим делам. Точно та самая, что отказалась от ребёнка? Уже проверил. Она самая. Я теперь про неё почти всё знаю. Ну и что она сама представляет? Чего особенного? Тем более выдающегося. Вы представляете? Пришла и стала требовать, чтобы ей вернули ребёнка. Как-то я не ожидала твоего звонка. У тебя что-то случилось? Нет, просто такая уж я внезапная. Дай, думаю, позвоню лучше подруге. А почему бы и нет? Неожиданно. А что, просто так, когда ничего не случилось, нельзя позвонить? Может, один человек просто услышит другого? Наверное, может. К сожалению, не все так думают. Тань, ты сердишься на меня? За что? Ты просто добрая. А на самом деле... Я думаю, что мне не за что на тебя сердиться. Приезжай ко мне прямо сейчас. Тань, а с тобой вообще всё в порядке? Тань, я очень тебя прошу, приезжай. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить ни с тем другим, ни с той другой. Но бывает так, что всё меняется потом. Чужая ревность, как беда, Ночным дождём приходит в дом. Две волны друг друга снежно Обнимают две любви. Под ним огнём в ночи сияют Две души, Как две весны, Как я и ты. Пусть даже не судьбы, Лишь корабли в открытом небе, Где любви Живут, а значит, есть на свете Я не ты, я не ты. Зачем тебе нужно, чтобы я приехала? Ты занята ребёнком. У меня, честно говоря, тоже со временем не очень. Не сердись. Понимаешь, я только сейчас всё поняла. Знаешь, когда ночью ребёнок спать не даёт, очень хорошо думается. Хотела сказать сочувствие, но скорее завидую. Тань, прости, я совсем не то хотела, ты пойми, я прости. Ничего, ничего. Тань, я очень долго думала про нас. И знаешь, хотя между нами чёрные кошки пробежали, я... Я вдруг поняла, что мне просто не с кем... Что я столько... только с тобой могу поделиться. Вить, у меня только одна подруга и была. Странно. Люди меняются, Тань. Вот и сейчас. Когда у меня появился маленький, только сейчас я... Я начала понимать. Что понимать? Тань, ты... Прости, пожалуйста, что я снова про твоё страшное горе, но... Понимаешь, когда это произошло... Я вдруг проснулась. И... Так мне и тебя жалко, Танька, стало, что... Что словами не выскажешь, понимаешь? Ну, спасибо за сочувствие. Тань, пойми, мне... Мне тоже нужно, очень нужно, чтобы меня кто-то выслужил, понимаешь? Ведь только ты меня можешь понять. Так у тебя всё же что-то случилось? Да нет, Тань, ничего не случилось, просто... Приезжай, а? Посидим, как... Когда-то давно. Ух ты, как кричит. Тебя требуют. Ты приедешь? Не знаю. Тань, ты пойми, я бы сама к тебе приехала, но... Куда же я с ребёнком? Ладно, хорошо, Сиина. Я буду тебя ждать, только побыстрее, ладно? Вить, это чё, твой сюрприз, что ли, был? Ага. Нравится? Чё-то никак опуститься не могу. Ну, ты и выгляделся. Подожди. Ты ещё своего костюма не видела. Смотри. Какой костюм, смотри, как я хорошо выгляжу, смотри, какая платья. Это что такое? А сейчас ещё лучше будешь, это яблоко. Точнее, костюм яблока. Сейчас примеришь. Ну, давай, спускайся же. Я проверял, до этого работал. Ну, майна! Витя! Сейчас я опущу. Подожди. Как же так? Спасибо. Разве моя дочь с этой женщиной не договорилась? Я, наоборот, был уверен, что всё оговорено, все детали. И, по-моему, заплачены были немалые деньги. Собственно, за ребёнка, который ей был не так уж нужен. Олег Владимирович, ну, насчёт денег вы, кажется, ошибаетесь. Ведь Татьяна лично не передавала ей, Валентине, эти деньги. Да, там акушерка была. Но та сказала, что вроде бы с той дамой контактировать не стоит. Что получается? Деньги акушерка себе взялась? Ну, похоже на то. Валентина денег не получала, так что, скорее всего, врач и акушерка их себе прикарманили. Вы негодяи. Нет, если именно в этом дело, так можно ещё и заплатить-то и... Всё не так просто, Олег Эдуардович. Здесь... Дело в том, что... Муж с нашей Валентиной разводится. И она решила забрать ребёнка, который рождён, по её словам, от некоего любимого мужчины. Всё, я сам чёрт был в условии. Да, да, с ней случилось какое-то душевное потрясение, она вспомнила о брошенном ребёнке. Угу. Женщины, Олег Эдуардович, существа загадочные. Они же же руководствуются душевным порывом, а не логикой. Так хорошо, у вас адрес есть её? Конечно, есть. Мне бы хотелось съездить самому туда. Знаете, я думаю, не стоит сейчас этого делать. У неё там и так хватает своих сложностей. Ну, я вообще хотел с ней поговорить. Я предполагал это. Мы встретимся здесь. Надо только уточнить время. Ага. Артём Павлович, я снимаю шляпу, всё. Работаем, Олег Эдуардович. Хорошо работаете. Ну что, наговорилась? Что-то случилось. Нет, всё в порядке. У меня возникла неотложная встреча. А ты иди домой. Там, наверное, уже Нина с Надюшей пришли. Надя будет тебе очень рада. Да, нам с ней будет чем заняться. Ну, всё равно мы... Мы будем очень по тебе скучать. Ты не задерживайся, ага. Старайся. А то всё дела-дела. Это не совсем деловая встреча. Вот как? Да. Приеду, поговорим. Ну что? Примеришь? Везде я тебе не нравлюсь. Да нет, ты мне в любом виде нравишься. Но всё равно, Ань, примерь. Пожалуйста. Ань. Я не для того наряжалась. И долго делала прическу, чтобы потом надевать на себя всякую нафталиновую чушь. Да не надо на себя. Ты переоденься, и всё. Что? Ну, хочешь я отвернусь? Я не буду переодеваться. Что тебе в голову сбрело, видите? Я так и знал. Ну, хотел, чтобы всё было красиво. Понимаешь, как в сказке. Ну, это же не просто так. Это по сценарию, Ань. Что? По какому сценарию? Детского утренника? Не смешно. Это по сценарию романтического свидания. Понимаешь? У нас с тобой романтическое свидание. Что ты смеёшься? Посмотри, как всё красиво, романтично. Да уж, очень романтично. Ну что, нельзя было обойтись вот без этого маскарада? Без всего можно обойтись, понимаешь? Без сказки, без красоты, без романтики. Вот животные обходятся. Нормально. Но мы-то люди, Ань. Ты знаешь, я вот сейчас вот в этом как-то не очень уверена. Знаешь, в чём наша беда? Ну, ты чё? Знаешь? Просто мы не можем расслабиться, понимаешь? Мы не можем радоваться, как дети, понимаешь? Вот всему, что нас окружает. Мы ходим, как эти дураки в костюмах, понимаешь? Маски какие-то наденем такие, деловые все. Мы ничего не замечаем, что вокруг, понимаешь? А то вокруг красотища, ну… Да уж, говорить ты не разучился. Ну что, примеришь? Ань… Ну давай уже, яблоко своё, так и быть. Да. Не-не-не, я самого для тебя сорву. Да? Да. Подожди. А, мешается. Ань… Чего? Это яблоко я сорваю для тебя. А-а-а-а… Ты чего? Ура! Погасили свет. Что? Свет погасили. Да что же они делают? А что, что-то не так? Чего? Да всё, всё не так, всё не так. У меня по сценарию там вообще день. Солнышко светит, птички поют. Извините, а что у вас там ещё запланировано было? Сейчас самый ответственнейший момент. Гусеница приближается к яблоку. А какая гусеница? Яблоко чувствует, с какой силой к нему тянется это существо. Оно видит всё это. А они иллюминацию погасили. А мне кажется, что так даже лучше. Чего тянуть? Запретный плод, знаешь, в темноте ещё слаще. Сиди-юш! О! Это что-то нашёлся. Посмотрите-ка на него. Запретный плод. Тоже мне змеи-искуситель. Нет, ну как же вы не понимаете? Как вы не понимаете? Здесь всё просчитано до мелочей. Здесь работали сексологи, психологи, сценаристы. Нет, хорошо. Вот если сейчас что-то пойдёт не по плану, кто за последствия будет отвечать? Ой, а последствия, знаете, какие бывают? А болтов, что ты ржёшь-то? Да. Всё, я нервничать начинаю. Вдруг Виська что-нибудь напутает. Я пойду посмотрю. Сидеть! Ну зачем детям мешать? Это как раз у них сейчас самое интересное и важное начало. Во, во, во! Правильно, молодец Василий Иванович, конечно. Да, да, да. А что, пожалуй, товарищ полковник вот сейчас прав. Может быть у нас это и будет самый важный момент. Пусть и не по плану. Тётя, ну а что я буду делать? Я тоже хочу тесто месить. Я же помощница? Конечно, помощница. Только тесто месить надо тщательно. А это буду делать я. А ты лучше будешь мне помогать лепить вот пирожки. А я тоже умею. Меня баба тоже научила. А вдруг дядя Боря позвонит, а у тебя руки в муке. Берёшь телефон и телефон в муке, а потом ухо. Дядя Боря не позвонит. Ну, значит придёт. Он всегда или звонит, или приходит. А если он придёт, ты пойдёшь и открывай дверь. А у тебя руки в тесте, как у Золушки. Он не придёт. Значит, буду как Золушка. Я же говорила, что он придёт. Только спроси, кто. Хорошо. Кто там? Папа! Витя! Ну, всё в порядке, я починил. Что ты натворил? Что я починил? Что ты натворил? Ты чего, Ань? Перепачкался весь. Ну что? Не подходи. На себя посмотри. Ну, мокрая. Ну что? Ладно, не переживай. Всё это можно высушить. А потом, когда наденешь костюм «Яблоко», всё равно этого видно не будет. Иди ты со своим «Яблоком» и вообще сними этот костюм, ради Бога. Ань, перестань, ну перестань. Это же действо, понимаешь? Спектакль, смотри. Понимаешь? Во время спектакля актёр преображается. Ну, ты же была когда-нибудь на сцене. Не была, я на сцене. Ну, подожди, Аня, Аня, подожди. Ну, я же должен обязательно превратиться в бабочку. Вот, смотри, видишь? Видишь, какая прелесть? Ну, посмотри. Аня! Аня! Классит, всё! Спектакль на конец! Я не специально, Аня! Это... Аня! Ну вот, дождались. Хотела же пойти, вот, нет, не пустили. И что получается теперь? Кошмар! Что, мне с костюмом сделал? Вы понимаете, у меня ещё на этой неделе три романтических свидания. Они... А ничего, у вас все вот такие вот с червоточинкой. Сидеть! Сидеть! Ты что, не видишь, что там творится? А чего ты раскричался? А ты чего? Специалисту виднеть! Что делать? Я чего? Ты что, не понимаешь? Происходит эволюция. Естественный отбор. Вон, смотри. Вы уверены, что она придёт? Должна быть, с минуты на минуту. Это в её же интересах. Ну да, вы знаете, я так был шарошен этой новостью, что забыл вас спросить о втором деле. Ребёнок Татьяны Разбельшкиной. К сожалению, пока никаких подвижек. Угу. Знаю тоже, что и вы, что двойное обвитие пуповины. Ну, а кто виноват, может природа. Угу. А скорее всего, поскольку врач с акушеркой навострили лыжи... Угу. Вот ещё что. Вы когда говорили об этой самой Валентине, вы сказали, что может ситуация для нас как-то неожиданно измениться. Давайте подождём ещё. Вот придёт Валентина, всё нам сама расскажет, услышим из первых, так сказать, чувств. И если мои предположения окажутся ложными, зачем вам знать о них? Ну, Артём Павлович... Олег Александрович, я вас слушаю. А вот если она всё-таки будет настаивать на своём? Да, Валентина? Вы уже здесь, очень хорошо, я вас встречаю. Вы разрешите, я начну сам с ней говорить. Хорошо. А знаешь, какие там сугробы? Выше меня. Представляешь? Один раз была такая метель, снегу намело. Я утром пытаюсь открыть дверь, дверь не открывается. Сугробы не пускают. А как же там люди в магазины или там в школу? А дети в это время в школу не ходят, они дома сидят. Вот везёт. Да, ещё как. Иногда целую неделю занятий не бывает. Зато знаешь, как там красиво. Утром выходишь, все деревья выньи, каждая веточка как будто с сахаром усыпана. Деревья такие, знаешь, такое ощущение, что они, 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 они как хрустальные, как будто звенят. А снег под ногами-то громко-громко. Громко-громко-громко-громко-громко. Я поняла, это сказка. Нет, чистая правда. А где находится твоя Сибирь? Сибирь находится далеко-далеко. Если на поезде, то три дня и три ночи. А ты на поезде приехал? Нет, я на самолёте. А на каком самолёте? На простом или на ковре? Нет, я, я на простом самолёте. На ковёр самолёт билетов не было. А почему ты уехал от меня с мамой? Ты что, больше не любишь меня с мамой? Люблю, очень люблю. Почему же уехал? Ребятки, есть теловое предложение. Давайте заморим червячка горяченькими пирожками. А мамочка придёт? Тогда будем ужинать. Отличная идея. Надюшка, берите. Мы летаем. Это замечательная игрушка. Рекомендую вам её купить. Посмотрите, какая она лёгкая и приятная на ощупь. Да, и лёгкая какая-то. Сам комплектик. Снимается. Здесь ещё запасной есть. Машками другие, да? Да-да-да-да. Ну, приятная. Вот, положите сюда, чтобы её окончить. Девушка, девушка, вам не хорошо? Что с вами? Девушка, вы такая бледная. Давайте я вам водички принесу. Никогда не видела, чтобы гусеницы пили шампанское. Сейчас увидишь. Это какой-то редкий вид. Гусеницы-мутанты. Ну, ладно. Лежачего не бьют. Я понимаю, не удал себя сюрприз. Ну, не всё так безнадёжно. Ну, понимаешь, я же не просто так зател этот маскарад. Я же хотел просто, ну, чтобы это было всё не банально, понимаешь? Как-то запомнилось на всю жизнь. Вот. Я же не виноват, что попался мне этот специалист-сценарист по насекомым. Да верься мне, детка. У меня не бывает осечек. Я известный крензель в некоторых кругах. И какие идиоты, ему деньги-то платят. Витя, ты ему деньги заплатил? Ты в сердце моём. Ну, прости. Мне бы вполне устроило обычный манальный вечер при свечах. Правда? Да. Я, между прочим, к нему и готовилась. Вот, видишь, красивое платье одела. Катя мне помогла прическу сделать. Слушай, как тебе платье, кстати, ты мне не сказал. Замечательное платье, мне очень понравилось. Да? Я оценил. Ну, правда? Да. Ну, ладно. Если ты так хочешь, у нас будет ужин при свечах. Да. При настоящих свечах, тем более, что этого добра у нас. Да, всё, уже полный привет. Лично я в успех нашего мероприятия не верю. Что это? Предание прошло на высшем уровне. Амара. Ничего не получилось. Что это за пораженческие настроения? Отставить. Горбатого могилы исправят. Как был Витька непутёвый, так и остался. Может, Анна за это его и любит? Да ладно, всё идёт нормально. Да чё нормального-то? Ну, а чё плохого? Ну чё, вон, Анька же не ушла, значит, это хороший признак. Да, вот именно. А, между прочим, всё идёт по плану, сценарий разработан. Ведущими психологами... Сексологами, сценаристами, мы это уже знаем уже. Ну да, 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 между прочим. Это вам всё хихоньки да хахоньки. А, между прочим, этот вот дурацкий вид персонажей, который вы видите, это, между прочим, психологический приём. Запрограммированный на определённый результат. Ну чё, разве можно мы его Витьку запрограммировать на что-то? Вот он на определённый результат и получился. Да нет, вы не понимаете, речь идёт о сложных психологических процессах, программируется алгоритм. Реакция, стимул! Да и вы как, не программируй, никакой реакции. Знаешь, вы его не знаете просто, моего сына. О! Опять погасили. Ну, щас, ну что это? Сейчас разобьёт что-нибудь, сломает. Так, всё. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, сидей. Закройте. Вот сейчас, Сейчас все идет точно, как надо. Попейте водички. Душно у нас. Ну что, вам полегчало? Может, доктора вызвать? Нет, нет, спасибо большое. Вы не волнуйтесь, это все из-за духоты. Здесь кому хочешь, дурно встань. Сейчас выйдете на свежий воздух, и все станет хорошо. Спасибо, извините. Девушка, покупка. А, да. Сколько с меня? Вот. Возьмите. Да. Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго. Может, с ней что-то случилось? Наверное, случилось. Ну что, уложила? Да. Тусь, а ты подгузник с него сняла? Нет. У нас все время в подгузнике. Я где-то читала, что для мальчиков не очень хорошо. Хм, читала. Татка против. Мало того, что там не надо стирать и гладить, так еще, говорит, это удобно ребенку. А, ну, будем надеяться, что ребенку не придется отдуваться за это удобство. Усну? Угу. Я думаю, ненадолго, Таточка. Скоро есть захочет. Проснется. Вот, хорошо, что проснется, как раз к приезду гостей. Гостей? А кто это у нас из гостей? Ко мне сейчас приедет Таня Разбешкина. А еще зачем? Так просто. Я ее пригласила. А если Сергей придет? А еще я очень люблю математику, потому что у меня по ней всегда пятерочки. Пять звездочек. Какие такие звездочки? А, ну, у нас всякие оценки, как у взрослых. Хочешь, покажу? Э, подожди, подожди. Дай ее сейчас. Руки-то вытру тебе. А то тетрадки свои зляпаешь. Вот, смотри. Ух ты! И вправду звездочки. Молодчинка. Так, а это что у нас нарисовано? Ну, это мы с мамой, и домик вдалеке. А в нем ты работаешь. А домик очень далеко, и поэтому тебя не видно. Алло. Привет, а ты где? Скоро приедешь? Нет, думаю, не скоро. Я еще жду кое-кого. Вот и хорошо. Жди своего кое-кого, и вообще отдохни немножко, развейся. Спасибо. Вы там не скучайте. Скучать нам некогда. Мы тоже кое-кого в гости ждем. Ну, ладно, пока. Ну, что, не сердишься? Нет. Простила? Ну, и хорошо. Вот скажи мне, почему мне так все получается, а? Ну, в смысле, ничего не получается. А потому что ты большой ребенок. Да? Да. У тебя усы уже сидели. А ты все маленький мальчик. И некому за тобой присмотреть. Как некому? Ну, да. А ты? Давай на бродершафт. Так, стоп, 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 стоп. Я хочу вас категорически предупредить, что если клиент не следует разработанному сценарию, агентство снимает с себя всякую ответственность за результат. Так, послушай, дядя, ведь не даром. В общем, так, смотри, концепция поменялась полностью. У нас сейчас совершенно другой сценарий. Ну, так, так, понимаешь, другой. Но зато в этом сценарии для тебя есть роль. Но только главное, чтобы ты следовал моим указаниям. Ну, потому что, имея огромный опыт, известный в некоторых кругах, да, я полностью уверен в результате. Держи. Ты у нас теперь птичка. И сейчас Витя объяснит, куда эта птичка полетит. Олег Эдуардович, Валентина, очень приятно. Здравствуйте, сударыня. Здравствуйте. Простите, можно вас звать Валей? Да. Валечка, вы проходите, садитесь. И извините нас за беспорядок. Но вы меня так срочно позвали, а я даже точно не знаю, зачем. Артем Павлович вообще не виноват. Это была моя личная просьба. Я хотел с вами повидаться. Разве мы... Откуда вы меня знаете? Нет, я вас не знаю и никогда не видел. Но я вас достаточно много слышал. Надо же. И, честно говоря, много хорошего. Интересно, от кого бы это? Ну, а мы не будем об этом говорить. Я, Валечка, знаю, что в вашей жизни, да, такое часто, в общем, бывает, в вашей жизни не очень светлая полоса, какие-то семейные неприятности. Ничего себе неприятности. Если это считать неприятностями, то что же тогда считается бедой? Простите, я не хотел вас обидеть. Ради Бога, нет. Я понимаю, это... Когда уходит муж, женщине всегда тяжело. Ну, жизнь-то на этом не кончается, правильно? И, если есть друзья, а я вам более скажу, вот, предположим, у человека ничего не остаётся, ни мужа, ни квартиры, ни средств к существованию, и тем не менее, даже этой беде можно помочь. только вы не расстраивайтесь, так уж, я вас очень прошу. Всё нормально, и с каждой ситуацией, я вам честно говорю, есть выход. И не всё потеряно, я вам скажу. Нет, ну это ж надо. А тебя знала, я чувствовала. Мне не зря сегодня сырое мясо снилось. Мам, сырое мясо-то при чём? Да при том, что это не к добру. Ну, видите, что он творит. Ну, не знаю, но видели, как наш этот мастер праздников выскочил, как ошпарин вообще. Ой, беда, беда. Слушайте, хватит сидеть в засаде, пора вмешаться. Ну, мам, мам, я бы на твоем месте не ходил. Ну, ты что, ну, Витёк очень решительно настроен, ну, не, под горячую руку ещё попадёшь. Да и вообще, с нами тут посиди, в тепле. Так, тогда идём все вместе. Ну, может, Витя при нас спокойнее будет. Ты наша умница, покушал наш мальчик. Умница ты моя. Вот и сосочка. А мы уже не хотим. Я её помыла. Мы уже, скажи, не хотим, да? Да, вот так мы не хотим. Танечка, не понимаю. Не понимаю, зачем ты её пригласила? Вот, вот, скажи, надо. Хочется мне. Нет у меня ни одной подруги, с которой можно по душам поговорить, мам. Нашла подругу, да? По твоей милости, у неё столько несчастья, что думаешь, это так легко забыть? Нет, я думаю. Может быть, я у неё хочу прощения попросить. Ты что, моя радость? Горе у неё? Да, да. Я её хочу поддержать, утешить как-то. Легко предание, да верится с трудом, да, скажи? Ладно, Тусь, перестань. У неё, ты понимаешь, она потеряла как раз ребёнка, а у тебя вот тут. Тусь, ну хватит. Ну, чего им теперь-то делить? Хотя, Танюш, будь только поосторожнее, ладно? Мамочка, я вправду ничего такого не думала. Я пойду, открою. Не знаю, не знаю, чего ты думала, чего не думала, но я лучше пойду. Да? Разбирайтесь тут сами. Сами. Маленький. Наши любимые там, да? Я тут подарки принесла для малыша. Спасибо, Таня. Правда, зачем? Он ещё подарком радоваться не умеет. Ничего научится. Говорят, что первый раз нельзя на младенца смотреть без подарков. Спасибо, Таня. Спасибо тебе большое. Ты, ты проходи, садись. Чайку попьём, да? Да? Да. Да. Таня, всё-таки ты меня зачем пригласил? Витя, ты вот начал что-то говорить, когда этот человек вошёл, и прервали нас. Что ты хотел сказать? Я хотел сказать... Аня, давай так. Нет. Короче... Ну, уговори. Будь моей женой. Ой, ёлки. Сейчас. Вот. Ну что, ты согласна? Ну, чё ты молчишь? Молчание знак согласия, да? Ёлкин. Так и знал, что из этой затеи ничего не выйдет. Ах, как жаль. А мне-то как жаль. Я согласна. Что ты сказала? Я согласна. Правда? Правда? Аня. Здравствуйте. Давно не виделись. Таня, проходи, садись. Да, какая тема тебе нам пришла. Таня, ну почему ты мне не веришь? Ну, что я должна сделать, что ты поверила в такую простую вещь? Я просто тебя пригласила повидаться и поболтать. Ничего не надо делать. Таня, послушай. Нам ведь с тобой больше нечего делить. Мы ведь с тобой когда-то были подругами. Я думаю, что не просто так. Не знаю, как тебя. Мне враждовать надоело. Я не враждовала с тобой. Да, я знаю. Это я во всём виновата. Ты прости меня, если сможешь. Ты знаешь, Таня, во мне вся переродилась, когда мне появилось вот это вот сокровище. Да? Ты знаешь, я... Я теперь очень сильно понимаю твое горе. И ты даже не представляешь, как я тебя сочувствую. Ты прости меня, пожалуйста, что я тебя напоминаю. Ты знаешь, просто... Я после этого, я стала очень сильно бояться. Ты знаешь, я всё время боюсь. Я не хочу об этом думать, но я всё равно думаю. Я боюсь его потерять очень сильно. Это что, Таня? Ну как ты его потеряешь? Я не знаю. Я просто думаю, и всё. Ой, ты... Таня... Ты прости, что... Ничего, что я с ним. Хочешь, я его наверху несу, чтобы он не мешал мне? Нет, нет, нет. Это наоборот... Это очень хорошо, что... Ты с ним. Он с тобой. И спасибо, что ты мне позвонила. Я вот с твоим сыном познакомлюсь. А как вы его назвали? Ты знаешь, ты смеяться будешь, но ещё никак. Ты знаешь, мы всё время об этом спорим. Четыре варианта, и каждый думает, что его вариант всё равно мой правильный. Может, ты что-то посоветуй? Да, скажи да. Посоветуй нам что-нибудь. Ой, что... Что ж, я сижу, я же тебя хотела чаем напоить. Пойдём, радость моя. Пойдём, чайку нальём, да? Пойдём. Да. Ой, вот так вот пойдём. Пойдём. А ты не хочешь подержать? Дяд. Сосу, да, сосу. Я сейчас приду. Валечка, не надо плакать. Давайте как-то поговорим. Мы, может, вместе найдём выход. Вот. Зачем вы меня мучаете? Что вам от меня нужно? Во-первых, мы ваши друзья. Ага, как же. Что вы хотите? Понимаете, я просто могу вам помочь элементарно и как-то сделать так, чтобы ваши семейные неурядицы для вас оказались не столь тяжёлыми. Ну, например, хотя бы в материальном плане. Если мы с вами, конечно, договоримся. С чего бы это такая забота? Это вопрос резонный. Я хотел бы вас спросить вот о чём. Не настаивайте, не требуйте ребёнка обратно. Какого ребёнка? Которого вы оставили, а теперь требуете обратно. Я же говорил, что мы о вас всё знаем. Видимо, не всё. Раз вы не знаете, что мой ребёнок оказался нежизнеспособным. Он умер сразу после родов. Простите, вы о чём это? Вы, по-моему, что-то путаете, Валечка. Зачем вы так? Это жестоко. Мой малыш и часа не прожил. В роддоме мне показали все справки. Он умер. У меня больше нет ребёнка. Он умер. Он умер. Субтитры создавал DimaTorzok